Мы пришли поздравить с Новым Годом вас! Прокопий Иванович, с наступающим вас праздником! Новым Годом! Почитайте! Здоровья! Счастья вам! Пусть самое главное – здоровья! Новогодние праздники – это еще один хороший повод сказать вам слова благодарности и глубокой признательности. Спасибо вам за ваш великий подвиг, мудрость, любовь к жизни. Спасибо, что вы спасли и сохранили нашу Родину. Подарили свободу и жизнь новым поколениям. Спасибо вам! Спасибо! Бледная, что ли Россия? Что Россию прочитать? Говоришь, как это? Рядом, что ли, то, и пошли! Прокопий Иванович, посещаем и поздравляем! Мы в течение последних двух лет к каждому празднику Новый Год, 23 февраля – День Победы. Прокопий Иванович уже исполнилось 97 лет. Тем не менее, он очень интересно рассказывает о тех годах, которые проходили во его молодость, 18 лет, боевые все действия, ранения, когда шел до Берлина. Вообще, очень интересно и познавательно. Лежал в госпитале, в наших области. Таня, письма у нас позабрали, это взяли, письма будем писать, нам в рот. Спрашивали, чтобы в ногу были ранены. Он понятный, связанный, я вот поняла, что он рассказывает. Как он пошел совсем молодой, сколько ему было лет. Ну, 18 лет. Как был в Варшаве, как был ранен, как был потом... Как не ранили где-то там, надо найти, поискать в этих бумажках. Как он в госпитале лежал, как ему оказывали помощь, потом как раненого, фактически с нерабочей рукой отправили дальше воевать. До Берлина дошел. Умница. Ну, он в последнее время вот был этим кавалеристом, но и с нами тоже сделал. Я считаю, что такие акции очень нужны и важны. И важны не только людям, которые мы поздравляем. Для них это в первую очередь, потому что про них помнят, их с уважением к ним относятся, говорят добрые, замечательные слова. Но самое-то главное, это нужно нам, обществу. Это людям, которые живут сейчас, потому что если мы помним их, то мы живем, как бы будущее у такой страны есть.